Эти жёлтые контейнеры – пилотная программа некоммерческой организации «Белый парус». Несколько неравнодушных граждан решили проверить, готовы ли жители Абакана не кидать пакет с отходами в общий контейнер, а сделать возле мусорных баков ещё пару лишних движений. Эксперимент оказался успешным. Пластиком сетка наполняется регулярно. Некоторые, как мы заметили, очень прилежно сортируют и кидают. Бывает видно, что человек прямо сворачивает, скручивает эту бутылку. Некоторые прям промывают их. И прям как будто видишь за этой бутылкой человека, его отношение к этому вопросу. Алексей Конышев – идейный вдохновитель социального проекта по переработке пластика. А здесь, на нехитром устройстве, бутылкам и пластмассовым канистрам дарят вторую жизнь. Точнее, их снова превращают в сырьё – мелкую щепку, а затем продают переработчикам. Мы работаем непосредственно с производителем, поставляем сырьё, который производит из них такую пэт-ленту упаковочную для коробок, для различных упаковок, которые мы сегодня наблюдаем. А из переработанных канистр делают вторичную гранулу, которую используют для производства так называемой геомембраны. Геомембрана – это специальная прочная плёнка, которой по новым условиям необходимо заселать полигоны бытовых отходов, чтобы токсичные вещества не попадали в почву. К сожалению, свалка – это самый распространённый метод борьбы с мусором в России. У нас в настоящее время существует 243 мусороперерабатывающих заводов, 50 мусоросортировочных заводов и 10 мусоросжигающих заводов. Это очень мало для такой большой территории, как Россия. Как показывает опыт европейских государств, сортировка и переработка мусора – прерогатива частного бизнеса. Так что у первопроходцев Абакана, в принципе, неплохие перспективы. Горожане обещали сырьём обеспечить. На складе, где сортируется мусор, уже готовы несколько дополнительных контейнеров для сбора пластика. Где их установят, зависит от инициативы граждан и управляющих компаний. Алиса Калиниченко, Антон Новожилов, Вести, Хакасия.